Шалом! Вы смотрите новости на Первом еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Армия обороны Израиля продолжает вести боевые действия в центральной и южной частях сектора Газы, а на севере завершает зачистку лагерей беженцев. За минувшие сутки военнослужащие уничтожили в Саджае более 50 объектов террора, включая туннельные шахты и оружейные склады. Помимо этого, в Рафихе была ликвидирована группа боевиков, представлявших непосредственную угрозу бойцам Цахала. Тем временем, на северных рубежах страны ситуация остается крайне напряженной. Цахал отвечает огнем авиации и артиллерии на обстрелах из Балы. Активисты среди поселенцев-экстремистов напали на сотрудников гражданской администрации и пограничной полиции, участвующих в эвакуации и сносе незаконного форпоста в Самарии. Они бросали в них бутылки с зажигательной смесью и камня, а также подожгли автомобиль. Не менее шести человек были задержаны и использовали средства разгона демонстрации. Отмечается, что незаконно построенный на частной палестинской земле Геват-От-Цеон был источником насильственной националистической активности, что заставило с одобрения политического эшелона провести оперативную операцию по его эвакуации. На заставу направили большое количество сотрудников пограничной полиции, 500 бойцов, ожидая насилия со стороны поселенцев. В Кремиэле произошел ножевой теракт. Вооруженный мужчина напал на посетителей торгового центра. Два человека получили тяжелые ранения и госпитализировали в больницу на Гории. Вскоре один из них умер. Вместо происшествия болезнянов дополнительные наряды полиции. Террориста удалось нейтрализовать. Сообщается, что в него выстрелил находившийся поблизости военный. Сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности расследуют обстоятельства происшествия. Они занимаются розысками того или тех, кто подвез израильского араба в Кремиэль и оказал ему помощь. Частный дом и две синагоги в районе Большого Торонто, одна из которых до этого была дважды осквернена, начиная с 7 октября, вновь подверглись акту вандализма. Местная полиция ведет розыск человека, который бросал камни в религиозные здания, затем скрылся с места на мотоцикле. Сотрудники правоохранительных органов призвали общественность связаться со следователями по поводу предполагаемого преступления на почве ненависти, поделившись изображением подозреваемого. Генеральный прокурор Антарио Майкл Керцнер посетил одной синагог и поделился видеороликом, в котором он осудил вандализм, стоя на фоне разбитых окон. В американском городе Цинценати вандалы повредили 176 надгробий на двух исторических еврейских кладбищах. Большинство из них были перевернуты лицевой стороной вниз. Это затрудняет идентификацию и уведомления семей усопших, так как правоохранительные органы рекомендовали им не трогать место происшествия, пока идет расследование. Еврейская община начала сбор пожертвований на восстановление пострадавших могил. В то же время акту вандализма подверглось и еврейское кладбище в Монреале, но надгробия неизвестные выложили из камней свастики. Международный благотворительный фонд Стмеги вручил почетную грамоту очевидцу Холокоста в знак признания его многолетнего вклада во развитие азербайджанского Каспийского морского пароходства и активной работы на благо еврейской общины. Репортаж Лена Музык. Очевидец Холокоста, Мухим Мельгром, в свой 90-летний юбилей был отмечен президентом гуманитарного фонда Стмеги Азербайджан за его неоценимый вклад в сохранение и передачу памяти о страшной трагедии, которая произошла во время Второй мировой войны. Его деятельность не только способствует сохранению исторической правды, но и вдохновляет молодое поколение на борьбу за уважение к человеческим ценностям и правам. Мы приехали поздравить тебя с торжественным днём твоим 90-летием. Дай Бог тебе здоровья и, как говорят евреи, до 120 лет. От имени Стмеги мы подготовили почетную грамоту тебе за работу в еврейской общине. Ты много поддерживаешь ее своим присутствием, своими советами. И вот от имени Стмеги небольшой такой тебе праздничный подарок. Нухим Мельгром родился в 1934 году. В 1941 году, с началом войны, его отец был отправлен на фронт, где погиб в 1943 году. Нухим с матерью эвакуировались в Казахстан, где столкнулись с множеством трудностей. После войны в 1949 году Нухим в возрасте 15 лет переехал в Баку. В 1950-м он начал учиться и работать. Начав свою карьеру на барже кочегаром, он позже стал старшим механиком и посвятил 65 лет своей жизни работе в Каспийском пароходстве. За время своей работы он получил множество дипломов и грамот, а также побывал в многочисленных зарубежных командировках, объехав почти весь мир. Сегодня Нухиму Мельгрому 90 лет. Он живет в Азербайджане и гордится своей страной, которая стала его второй родиной и поддержала его в самые трудные времена. Без отрыва от производства я учился и работал. Получал, все награды получил. Вот там куча грамот, здесь вся грудь. Ушел на пенсию. Меня вернули. Я в 89-м году на пенсию оформил. Не дали уйти, попросили, чтобы я продолжал работать. Я работал еще два года. Мы знаем, сколько тебе пришлось пережить период войны. Не только о себе заботясь, но и о своем младшем брате. Здоровья вам обоим. Спасибо. Пример и жизненный путь Нухимы Мельгрома стали для многих источником вдохновения и силы. Поддержка фонда важна, ведь только совместными усилиями и стремлением к добру и справедливости мы можем изменить мир к лучшему. И последняя медиагруппа «Первый еврейский» приглашает принять участие в еженедельном розыгрыше трех изданий Международного благотворительного фонда Стмеги «Молитвенника», «Книги псалмов» и «Торы». Для участия необходимо лишь подписаться на наши каналы в Ютубе и Телеграме. Перейдите по ссылке, которую вы видите на своих экранах, либо отсканируйте QR-код. Розыгрыши будут проводиться по пятницам, а итоги подводятся по понедельникам. Выпуске новостей на Первом Еврейском и в Телеграм-канале Первый Еврейский. Наши сайты – это богатая коллекция информации о жизни еврейского народа, о его культуре и истории. stmegi.com – новостные заметки, аналитические статьи и интервью. Наши корреспонденты собирают для вас все самое интересное об особенностях еврейской жизни во всем мире. На сайте базируется библиотека книг на джури, информация о мероприятиях Международного отделения Стмеги Джуниор и многое другое. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Все больше русскоязычных зрителей из разных уголков мира выбирают Первый Еврейский. Если вам тоже нравятся наши видео, присоединяйтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. И оставляйте комментарии под видео, нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok